В России ежегодно образуется до полутора миллионов тонн отходов электронного и электрического оборудования. Первыми в стране собирать такие отходы стали в Подмосковье. В нашем округе также действует программа школы утилизации электроника. Предприятия и организации могут подавать заявки на вывоз старой электроники. Занимается этим вопросом областной фонд рационального природопользования. Так как сегодня это проводится, они ездят по школам и колледжам Щелково, соответственно, они предложили поставить контейнер, так называемый контейнер для населения. То есть пока они ездят, они поставили контейнер и все желающие могут прийти и положить всю отработанную электронику в этот контейнер. Они приедут вечером и заберут ее также. Контейнер расположили на площадке для сбора мусора по адресу улица Шмидта, 25. Акция продолжалась на протяжении одного дня. Сюда можно было привозить и крупногабаритную электротехнику, вплоть до холодильников. Если они не помещались в контейнеры, то можно было оставлять рядом. Одновременно есть и существенные ограничения. Сюда нельзя привозить люминесцентные лампы и оборудование, помеченное значком радиация. Администрация давала, по-моему, если не ошибаюсь, в соцсетях информацию. На протяжении недели звонили люди, интересовались. Вот, соответственно, я так предполагаю, наверное, вот кто звонил, интересовался, сразу же в первую очередь и принесли. Потому что когда контейнер устанавливали, уже даже здесь ждали уже его. Кирилл Цурков сообщил, что акция по сбору электроники от населения в дальнейшем продолжится. Единственное, Фонд рационального природопользования вывозит из муниципалитетов электролом по специальному графику. Контейнеры для приема электроники от жителей будут ставить в назначенные дни тогда. Об этом администрация городского округа будет давать объявления в соцсетях. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.